Ирина в центре диспансеризации впервые. Обладательница необычной профессии, водитель электробуса. Живет в Одинцово 13 лет. Неделю назад переболела простудой. Врач направил на профилактическое обследование. После 40 лет уже задумываешься о своем здоровье и любое какое-то обследование с удовольствием проходишь. В процедурном кабинете пациентки сделали диаскин-тест. Это аналог пробы МАНТУ. В учреждении месяц профилактики туберкулеза. Все молодцы, такие профессионалы. И как бы быстро все объясняют, если какие-то дополнительные вопросы. Я очень рада. 72 часа нужно прийти показать свой результат. Тест сделал и Валерий. У мужчины генетическая патология. Причина его слепоглухоты – синдром Ушера. Без посторонней помощи, в том числе при визите к врачу, не обойтись. Рядом всегда супруга Венера. Они вместе 24 года. В их семье царит идиллия. Хотя женщине самой нужен помощник. О тестировании на туберкулез узнали от председателя местного общества глухих. Потому что необходимо знать состояние своего здоровья. Тем более, что есть помощь переводчика. Поэтому они согласились пройти диспансеризацию. Потому что без переводчика очень сложно коммуницировать с врачами. Тестовая проба делается в предплечье. Под кожу вводится белковый аллерген. Положительный результат говорит сам за себя. Уже после того, как проводится исследование, через 72 часа пациент возвращается к доктору. И уже доктор оценивает результат данной пробы. Врачи успокаивают пациентов. Диаскин-тест безопасен и не приводит к заражению туберкулезом. Но все равно находятся те, кто сомнительным сайтом в интернете верит больше, чем докторам. Данным пациентам я бы сказала, что бояться следует заболевание, которое, конечно, лечится. Но на его лечение уйдет достаточно большое количество времени. Кашель, кровохарканье, снижение веса, высокая температура – это далеко не все симптомы туберкулеза. Поэтому о его профилактике должен знать каждый. Вакцинация в первые 7 дней после рождения ребенка в 7-14 лет. И уже у взрослого населения это ежегодная флюорография. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и укрепление иммунитета. Это, по словам специалистов, поможет защитить организм от палочки Коха.